Благодаря невероятному охвату фильм «Мстители», «Война бесконечности» стал неповторимым достижением. Анджело Уотеркаттер Уирет Магазине, США 29 апреля 2018 года Таких фильмов, как «Мстители», «Война бесконечности», больше не будет никогда. Не потому, что он стал величайшим проявлением кинематографического мастерства, хотя он довольно впечатляющий, а потому, что ни одна киностудия не захочет потратить 10 лет и миллиарды долларов на съемки всего одного фильма. Учитывая то, что Голливуд нацелен в первую очередь на быструю финансовую отдачу, вероятнее всего, ни одна студия, даже студия «Марвель», больше не захочет делать ставку на то, что аудитория будет смаковать фильмы так же, как она смакует комиксы, медленно, долгие годы, отслеживая судьбу и развитие десятков персонажей, пока они все наконец не сойдутся в одной точке, в одном судьбоносном событии. Нет, таких фильмов, как «Война бесконечности», скорее всего, больше не будет, у кого есть на это время. Очевидно, кинофраншизы развиваются на протяжении как минимум нескольких лет. «Звездные войны» снимались в течение более 40 лет, но такая длительность не была предопределена заранее. Люди продолжали выстраиваться в очереди, чтобы посмотреть продолжение истории Скайуокера, поэтому кинокомпания «Лотосфильм» продолжала их снимать, сначала как приквелы, а затем как непрерывную сагу. Сейчас существует целая галактика, однако она появилась не из первоначально существовавшего канона. Она складывалась в течение нескольких десятилетий, как и «Мстители». Кинотеатры с нетерпением ждали фильма о Джеймсе Бонде в течение более 50 лет, но, несмотря на постоянное присутствие таких злодеев, как «Спектр», сам агент 007 перезагружался и менялся каждые несколько лет. Компания Warner Bros. старается повторить модель студии «Марвель» с ее «Лигой справедливости», но она настолько сильно отстает от команды «Мстителей», и ее фильмы бывают очень разными, что она может никогда не догнать «Марвель», какими бы преданными ни были поклонники Зака Снайдера. Эта внутренняя сложность, эта необходимость сплетать множество нитей и множество людей являются величайшим даром и величайшим проклятием «Войны бесконечности». С одной стороны, фанаты оценят попытки довести до логического конца те сюжетные линии, за которыми он следит начиная с «Железного человека» 2008 года и «Первого мстителя» 2011 года. С другой стороны, те, кто пропустил пару фильмов или не могут вспомнить нюансы сюжета фильма «Тор», «Царство тьмы», могут немного растеряться. Это нормально. Если вы не помните, почему Баки Барнс оказался в Аканде, или почему парень, внешне очень похожий на рок-басисты, прячется в изолированной африканской стране, его воссоединение со Стивом Роджерсом может показаться вам не таким сладостным, каким могло бы быть, однако вы все равно сможете следить за развитием сюжета. Но с другой-другой стороны, если вы не знаете имен участников той последней сцены, возможно, вам не стоит смотреть «Войну бесконечности», но в «Войне бесконечности» баланс соблюден. Это его главное преимущество. Учитывая то, что в нем мы видим более 25 супергероев, у многих из которых есть свои собственные франшизы, «Война бесконечности» не выглядит перегруженной. Как все эти сюжетные линии интереса могут сойтись в одной точке и достичь некой развязки? Тот факт, что им удалось это сделать, вынырнуть из недавних событий «Черный пантера» и «Тора», «Рагнарёк», и, хотя и в меньшей степени, из «Человека-паука», возвращение домой, и быстро окунуться в сюжеты всех фильмов «Капитан Америка», «Железный человек» и «Стражи Галактики», которые предшествовали им, является свидетельством мастерства сценаристов Кристофера Маркуса, Черестопер Маркус, и Стивена Макфеля, Степан Чхиевы, и режиссеров Джо и Энтони Руссо, Ярусса, Антона Русси. Временами это похоже на своеобразную молнию, которая внезапно возникает, принося с собой какие-то факты и нюансы из предыдущих фильмов, а затем быстро исчезает, которая доставляет большое удовольствие преданным фанатам, оставаясь едва уловимой для обычных зрителей, и при этом позволяет справиться с массой противоречий и пробелов в сюжете. В чем заключается сюжет? Если рассказать слишком много, это может испортить все впечатление, но ни для кого не секрет, что попытки Тоноса, Джош Бролин, собрать шесть камней бесконечности и править галактикой здесь и закончатся. Его цель, на случай, если вы не смотрели трейлер, заключается в том, чтобы установить баланс во Вселенной, что в его случае значит истребить половину ее населения. Чтобы остановить его, группа Мстителей и Стражей рассредоточились во времени и пространстве, от Ваканды до планеты Кноуэри, от Нью-Йорка до Нида Велира, родины Молота Тора. Но все попытки остановить его оборачиваются неудачей. Кульминацией всего этого становится концовка, которая не похожа на то, что мы ранее видели в фильмах Марвель, но, несомненно, видели в комиксах Марвель. Некоторых она, вероятно, шокирует или даже расстроит. Да, некоторые герои погибнут. Как будто на похороны сходил, сказал один из зрителей, покидавших кинозал, но фанаты комиксов знают, что в комиксах смерть, это не навсегда. В следующем году выйдет очередная война бесконечности, и, вполне вероятно, большая часть погибших героев останет из пепла предыдущего фильма. Когда глава Марвель Кевин Фейге, Кевин Фейге, впервые заговорил о создании многоуровневой кинематографической вселенной фильмов о супергероях, эта идея казалась чрезвычайно амбициозной и даже отчаянной. Если бы один или два фильма оказались неудачными, фанаты быстро потеряли бы интерес и похоронили бы все предприятие. Тот факт, что эту вселенную все еще может ожидать такая участь, ужасает. Это не значит, что такого не случится, но способность сохранять интерес зрительской аудитории к чему бы то ни было на протяжении целого десятилетия достойна внимания, как минимум потому, что такое вряд ли когда-либо снова случится. Сегодня слишком много факторов влияют на внимание зрительской аудитории. Примерно в середине войны бесконечности Тони Старк, Роберт Дауни-младший, делает Питеру Паркеру, Том Холланд, предупреждение. Новичок еще только учится быть Мстителем и слишком много говорит о других фильмах, с точки зрения Тони. Чтобы я больше не слышал от тебя никаких упоминаний о поп-культуре, говорит Старк Человеку-пауку. Во время просмотра нового эпизода Мстителей с его постоянными отсылками к прошлым фильмам о вселенной Марвеле возникает сходное чувство. Но, если вы купили билет на войну бесконечности, значит вы уже в теме, вы пришли туда, чтобы услышать все те отсылки к прошлым фильмам, которые его создатели в нем заложили. Спустя 10 лет студии Марвеле удается поддерживать всеобщий интерес к своим фильмам.